Здравствуйте, я Андрей Витлёв и сегодня у нас в студии Укралайфа Праздингуста. В гостях просто легендарная для меня ведущая Светлана Леонтьева. Светлана, мы с тобой начиная с Интера знакомы, и сегодня ты у нас в маленькой студии Укралайфа. Привет. На самом деле, конечно, это так неожиданно. И уютно, потому что мы же в Интернете, а там все же очень уютно. Тепло. Уже жарковато, то есть. Сейчас включим кондиционер. Светлана, причина, которая меня заставила просто звонить тебе, обрываясь в этом провода и приглашать в нашу студию, она проста. Ты не только ведущая крупнейших коммерческих каналов и общенационально-государственных и так далее, но и автор, ведущая прекрасного программы, где сейчас идет эта программа, театральный сезон уже четвертый год, но и человек, которая буквально все эти годы имела дело, порой так приходилось в студии, не то, что вот я, сейчас-то я с тобой, а вообще-то с первыми лицами нашего государства. Меняется власть. И не только наша. Да, меняется власть. Сейчас будем избирать парламент, пойдем на выборы все голосовать. Твои все-таки, может быть, даже личные какие-то воспоминания о лидерах нашего государства, начиная, может, с Леонида Дмитриевича Кучмана. Давай вспомни, вот как ты впервые его увидела, и что ты вообще почувствовала, когда оказалась рядом, ну, на вершине власти, по сути-то говоря? Ну, вообще-то я 21 год проработала в информационном пространстве Украины. Практически все независимости. С 1993 года, когда формировались вот первые альтернативные государственные каналы, сейчас, кстати, я работаю на государственном, которые хотят сделать негосударственным. Это, кстати, интересная тема. То есть не общественное телевидение. Ну, общественное, но общественное телевидение – это же не государственное. Это же телевидение, которое должно защищать интересы общества. То есть это главная тема этого. Но иногда интересы государства и общества, они не полностью совпадают. То есть если государству нужна какая-то, в хорошем смысле этого слова, пропаганда, ну, не знаю, все ли общество хочет это слышать. Это мы начали с конца. А вот возвращаясь к 1993 году. К 1993 году, да. Был когда-то такой канал «Ютар», на котором выходила программа «Новыны Униар». Это была первая альтернативная государственная новость. Они выходили в записи. Ну, вот с тех пор я в записи не работаю, ну, в новостях во всяком случае. Вот. И с тех пор это был такой проект фонду «Відродження». И Униар – это была украинская независимая информагенция республика. Был такой, называли тогда украинский диссидент, а лавидомый украинский журналист Сергей Набока от «Властной Вин» и был фундатором цией информативной спилки. И, в общем-то, это было интересно, потому что это были все молодые. Они теперь во всех ведущих информагентствах страны работают. И, в общем, оттуда я… Все, короче, они вышли из «Ютара», как из «Гоглевской шинели». Даже это был «Ютар», был канал, а это была отдельная структура, которая делала информационные дайджесты, рассылая их всем иностранным посольствам. Они очень пользовались большой популярностью, потому что это была альтернативная информация. Это были те новости, которые не попадали в официальные сводки. Конечно, видела много политиков и смотрела, как это все формируется, и имела возможность наблюдать, и, может быть, сейчас будут говорить какие-то непопулярные вещи. Но мне кажется, что люди, для которых оставить что-то на земле, что-то сделать для этого государства, вот то, что называется служением, мне кажется, таких людей сейчас очень мало. Или я их просто… Ну, может, мне очки не те, я их, может, не вижу. Но вот… И как политики, они тоже как-то что-то как маковое зерно, даже не как горох. То есть, вот, возможно, была какая-то школа, отбор. Вот я считаю, что при всем, при том, что верю в высшие силы, в Господа Бога, я дарвинистка. Я считаю, что естественный отбор должен быть. Должны уходить слабые и оставаться сильные. Те, которые умеют глобально мыслить, те, которые не только тактики, но и стратеги, прежде всего. Потому что хорошо сейчас, вот, за 23 года независимости, да, которые мы получили, в общем-то, усилиями определенных людей, которые долго к этому шли, там, приватизировать многие предприятия, которые когда-то построились, в общем-то, кровью наших украинцев. Вот, видите, голодомор, вот, никто не связывает с этой индустриализацией, которая была в Советском Союзе, сколько, в 33-й год, это какой же был год... Днепрогесс, как меня зовут. Да, да, и Днепрогесс, и Запорожсталь, и Криворожсталь, это все те заводы, которые строились на этой крови, на этом хлебе, которые продавали за границу, и на которой покупали это оборудование и строили. Так это был какой год этой советской власти, которую так все клеймят? Да, у нее много очень отрицательных черт, и этот голодомор тоже. Но просто это наше наследие, наша история, мы должны понимать взаимосвязь. Это был какой? 17-й год. Тогда-то этот объект и происходил. И они строили для нас с вами, а не для будущих поколений. То есть их жертва была вот такая страшная, ужасная, но они строили для того, чтобы потом эта страна развивалась. И миллионы людей получали образование. Мой дедушка мне всегда говорил, что говорит, как бы не революция, я бы давным-давно здесь сгнил в полях, бо я 14 километров ходил на работу до пана, потому что тут работы не было. Это Переслав-Медийский район. Мой дед из казаков, из рода казаков царских, имеется в виду, те, которые были вольные, не те, которые были панские. Но и у них не было работы, они ходили за 14 километров куда-то, чтобы там что-то, копейку заработать и принести семье. Ну, в общем, это такое длинное отступление, но смысл в том, что стратегия развития любого общества, она и страны в том числе, она предопределяет будущее. Если нет стратегии, если эта стратегия меняется приходом каждого нового правительства и каждого нового правителя, ну, вот и результат. То есть временщики приходилось. Конечно. А вот когда ты-то пришла на Интер, да, вот туда сразу стали переходить политики действительно на этот канал. Это начиналось, ну, там, 97-й год, год был Интер, и ты уже была в эфире ведущей, и сразу же потянулись туда, на этот главный канал страны. Они до этого тянулись, и потом он не был таким уж главным каналом, он просто был такой, я бы сказала, немножко прикормленный, потому что телеканал Интер и Свет, ты помнишь, он же возник. И главная, в общем-то, программа подробности, она же была, как бы замещала собой программу «Время» на первой кнопке, ну, еще тогда советской телевизионной такой магистрали пропаганды, да. И, боже мой, ты же, ну, ты должен помнить, как нас всегда так клемили, кричали, как вы смеете закрывать это. А мы там сначала там 20 минут, потом там, или 15 минут, потом 20 минут. То есть вместо новостей из России шли? Да, часть программы «Время», да, да. Это же вот тогда, это же вот всего, да, это же всего вот какой-то, да, каких-то там 90-е. Вот подробности вышли в 97-м году. Ну, сейчас проблемы такие общения, да, просто нет никаких уже из России нам новостей, поэтому можно смотреть только подробности. Нет, это же, мы же работаем в интернете, интернет, он же доступен всем, ты же знаешь. И когда вы перекрывали, это уже были какие-то новости, вот, ну, те, которые касались судьбы Украины? Ну, кому-то не нравилось, может быть, но уже так теперь все привыкли, и, в общем, сейчас я смотрю телеканал «Интер», это такой оппозиционный канал. Да, ладно, но имеется, что Фирташ его, по-прежнему, окажется, владелец, да? Ну, они сейчас в оппозиционной платье, но я вчера посмотрела выпуск новостей, в общем, там все как-то так, очень критикански. Но когда уж очень критикански, то я, например, не верю. Ну, как бы... Но вот с этой новой власти, ты думаешь, она началась-то, понятно, в какие журные времена? Она в жуткие времена началась, просто в жуткие. И, конечно, мне очень хочется верить, что удастся вырулить, потому что у этих людей совершенно неблагодарная работа, да? Можно их критиковать, не критиковать, но, знаете, критиковать всегда очень легко. Оппозиция всегда выигрыша, потому что ломать не строить. Ломать быстро, строить долго. Ну, у нас со строительством как бы пока не очень получается. Тут интересно просто вот пару еще вопросов к тебе, я все-таки как к информационной ведущей, а потом уже вернемся мы к театру, к твоей программе, главное. С удовольствием, я вот... Твоей любови. Да, 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 с удовольствием. Извини, да. И ты-то точно чувствуешь, где вот в этой информационной войне с Россией мы там проигрывали, и почему, может быть, мы проигрываем, и вообще надо ли эта война? Вот как ты думаешь, что это такое информационная война для тебя? Ну, на самом деле это ужасно, потому что вот то слово, которое я употребила, и которое сейчас очень непопулярно, пропаганда, оно было, ну, конечно, ну... Как это? Спотворное. Вот в советские времена, когда были только хорошие новости. Потом был у нас период Чернушиной, когда было все только плохо, все критиканские. Потом начало как-то вот вырисовываться где-то что-то. Но, как всегда, вот когда политики вмешиваются в информационное пространство страны, это всегда проблемно, это всегда сложно, это всегда... Ну, по мне это не нужно совершенно, потому что... Ну, что ты сказать? Свобода слова. Свобода слова. Это вот вчера умер человек, который возглавлял Вашингтон-Пост очень долгое время, и который вообще стал руководителем этой очень известной газеты, когда дал добро двум журналистам копать дальше. И они раскопали известное дело Уотергейст, Никсоновское. Вот вам свобода слова. И президент ушел в отставку. Да, это был, наверное, первый импичмент, да, в Америке? Да, да, да. Ну, это вот история свободы слова. У нас, мне кажется, сейчас такое время, что когда даже вот я никогда не забуду какой-то там, то ли 2008 год, да, когда президент и премьер обмеливались в эфире всех каналов словами предала национальные интересы, там, вот предатель, мне казалось, что кто-то должен обязательно уйти. Никто не ушел. И это продолжается. Вот я считаю, что вот из этого все начинается. Слово перестало быть таким весомым. И сейчас вот своеволие и вседозволенности, и никто на эти слова практически не реагирует. В общем, какой-то вот вес слова потеряло. Вот мне кажется, что в этом тоже есть проблема. Слово ушло, спередня, спряталось. Люди верят, вот и люди перестали верить после вот, когда на самом высоком уровне этим словам не придают значения, то есть разбрасываются словами. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. И должно вот как-то в стране перестали обращать внимание даже на слова самых больших политиков. Ну вот. Мне кажется, что вот это очень большая проблема. Ты спросил по поводу того, как... Ну я хотел бы перейти к театру, но мне интересно слушать вот эти слова. Я просто думаю, как там у Торпищева уже проблемки начались, когда он пошутил. Хоть мы и смотрим, но там у Вани Урганова. А, российские каналы, да. Ну вот по поводу пропаганды, да. Вот все-таки должна быть официальная позиция страны, да. Но когда на всех каналах говорят только одно, а ты потом из интернета, из разговоров твоих друзей, слышишь несколько иное, то опять начинаешь сомневаться и не верить. Вот мне кажется, что вот уж такое влияние политиков и политики на информационные программы, оно как раз приводит к тому, что ты не веришь. Ну сегодня вот два канала воюют интер, скажем, один плюс один, да? Ну это даже смешно, но с другой стороны мне очень хочется... Именно мне интересно. Но мне очень хочется, чтобы они воевали и дальше. Потому что только таким образом мы можем узнать полную правду. Потому что и с той, и с другой стороны есть ужасные факты. И если бы они об этом не говорили, то, наверное, мы бы их не знали. Но с другой стороны, вот верить или не верить этим фактам, вот тут человек должен быть очень внимательным к другой информации. И среди всего потока информации выбирать ту, которая... То есть понимать, что вот это преувеличено. Потому что вот тут пишут вот совсем другое, да? То есть среди всего потока информации находить и понимать, что происходит. Меру какую-то ларить. Конечно. А как ты относишься к журналистам, твоим коллегам и моим даже тоже, которые идут в политику, начиная с Арьева и заканчивая даже не знаю кем? Ну не знаю. Люди, которые стали депутатами сейчас уже много лет, несколько каденций там. Отношения твои с ними как-то не сохранялись? Ну как тебе сказать? Конечно, я общаюсь с многими из них. Не хочу осуждать, но я считаю, что это вообще-то такая... Они выбрали более удобное, теплое место. А у тебя такого искушения не было? Никогда все-таки попытаться воспользоваться предложением, чтобы в список чей-то войти? Мне сын по этому поводу очень много говорит. Мама, почему же ты вот такая умная? И вот это... Понимаешь, я не люблю драться. Политика грязное дело. Просто грязное, потому что я много читала воспоминаний разных политиков. Это такая тяжелая ноша. Вот служение. Ну вот те люди, которые чего-то добивались, ну у них... Они, конечно, переступали через что-то. Может быть, через какие-то дружеские отношения. Может быть, через какое-то расположение. Не дай бог, через свои моральные принципы. Я знаю, что наши политики переступают. Это совершенно мне чуждо. Я так не могу, не хочу и не буду. Поэтому я здесь с тобой могу свободно говорить. Поэтому мы переходим к любимому же делу. И ты его больше даже любишь и лучше знаешь. К театру, да? Четыре года идет твоя программа авторская. И ты просто столько тратишь на нее времени и сил. Это удивительно, когда вокруг все рушится. Все равно ты о театре делаешь программу. И начиналось все это еще с разговора со ступкой. Как вообще идея родилась в театральных сезонах? Ну, во-первых, все очень связано в этом мире. Потому что еще Томас Манн когда-то давным-давно сказал, что театр делает из толпы народ. Не политика ли это? Театр — это как зеркало, которое отражает то, что происходит в обществе. Вспомни Гамлета. Посредством спектакля, театрального действия он взывал к предательству, к общественному мнению, пытался осудить. Вот оно. Вот это театр. И театр был, есть и будет. А так получилось просто. Ну, люблю я театр. Ну, давно я его люблю. А эта программа как вообще делается? И вот как-то получилось так, что Богдан Сильвестрович в свое время, когда к нам пришел на Первонациональный Егор Бенкендорф, он попросил меня познакомить с новым руководителем канала Первонационального, чтобы о театре появилась программа. Они там что-то говорили долго-долго-долго. И я даже была присутствующей. Потом мы все разошлись. И потом мне звонит Богдан Сильвестрович и говорит, ну что? Я говорю, что-что? Он говорит, ну что будете делать? Я говорю, не знаю. И он говорит, ну как? Ну спроси у Бенкендорфа. Ну ладно. Егора Андреевича спросите. Егора Андреевича. И пошла я к Егору Андреевичу. А Егор Андреевич говорит, ты как ты думаешь, спектакли будут смотреть по телевизору? Я говорю, я не знаю. Я знаю, что когда-то театр перед микрофоном по радио была очень популярная программа. Когда-то Казаков делал театр. Михаил Казаков. Это было красиво. Но я же не знаю, как это делается. Я же информационщица в основном была всю свою жизнь. А потом мы стали... Он говорит, ну давай попробуем. И мы такие отважные кинулись, вообще кинулись в такие вещи, в которые вот я теперь даже боюсь. Я когда смотрю первую нашу программу, то честно говорю, я себя уважаю, что мы, не зная, как это делается, храбро, как вот такие храбрые взяли, собрались и пошли, и сделали программу практически в режиме прямого эфира. Вот от начала открытия сезона мы придумали красную дорожку, мы заходили в театр, мы приветствовали всех зрителей, которые идут. У нас работала большая ПТСК, 9 камер. Мы спрашивали, что они хотят, почему они пришли, что они хотят увидеть. Потом мы брали интервью у режиссеров, потом мы брали интервью у Богдана Сильвестровича перед спектаклем, потом мы смотрели все вместе спектакль. В перерыве мы разговаривали с директором театра, который рассказывал о гастролях, которые только состоялись вот летом, потому что это была как раз программа, первая программа, это было открытие сезона в 2010 году. Потом мы смотрели вторую часть спектакля, и после этого вообще нахальство редкое мы упросили Богдана Сильвестровича и актеров, чтобы после сыгранного спектакля, в декорациях только что сыгранного спектакля, мы забрались на сцену, пригласили туда известных людей, которые пришли на открытие сезона. И пока выставляли там быстренько, пока покидали люди зал, вот с камерами, которые были направлены на опустевший зал в декорациях только что сыгранного спектакля, там были театральные критики, были актеры, были режиссеры, были журналисты, мы разговаривали, просто артисты, мы разговаривали о том, что только что мы увидели, о смысле театра в жизни человека. Я думаю, ты скажешь, заставили быстро выучить, разучить какие-то роли этих людей, чтобы они попытались сыграть хотя бы кусок этого спектакля. Мы просто говорили, актуальна ли классика украинская, потому что это был спектакль «Украданное счастье», в котором Богдан Сильвестрович играл, и вот, собственно говоря, спектакль остался в архиве национальной телекомпании, в очень качественном виде записан, потому что мы писали его. Но потом оказалось, что театр, телевидение вроде как казалось готовым, но оказалось, что ни театр, ни телевидение не готовы к таким экспромтам, потому что телевидение – это хорошая картинка, а театральная пьеса – это партитура не только там звука и актерской игры, но и света. А свет – это определенная подсветка, которая для телевидения – это темные кадры, они совершенно нехорошо смотрятся. Потом актеры со своим гримом, и они были не готовы к крупным планам, которые очень любят телевидение, без этого как? Знаешь, что такое старый операторский анекдот, да? Говорит, ой, слышишь, жена купила билеты в театр, пойдем с нами. Два оператора встречаются, а второй говорит, ты что, чтобы я вот это три часа смотрела на общий план? Ну вот это приблизительно отсюда вся эта стиля. А потом оказалось, что и телевидение не готово отдавать три часа времени для того, чтобы просто показывать спектакль. Поэтому наша форма превратилась в такую маленькую, я бы сказала. Сейчас мы идем в очень хорошее время, в воскресенье. 26 минут, повтор в пятницу в обеденное время. Мы рассказываем о известных театральных деятелях и о театрах. То есть два формата – театр и личность. И, конечно, преимущество отдаем нашим украинским театральным актерам, которых мало кто знает. Знают только тех, которые телевидение раскрутило. Ну что тут говорить, аудитория какая, театр – это тысячи человек или там полторы тысячи, а телевидение – это миллионы. Вот и разница. А по Украине ездите, да? В провинциальный театр что-то неизвестно? Ну вот мы пока сделали только несколько таких зарисовок. У нас есть в планах много чего, только все же это зависит от денег. Первый национальный как не имел денег, так и не очень имеет. Но я не должна сетовать, потому что в последнее время нам все-таки дали разрешение руководству. Мы поехали во Львов, сняли театр имени Марии Заньковецкой. Потому что двум отличным актерам, хорошо известным украинской публике, особенно старшего поколения, это Федор Стригун, фильм «Пропала грамота, знают все». Вот это тот, они там с Миколайчуком играли, тех двух казаков, которые ехали с грамотой к царице. А она, жена Федора Стригуна, Таисия Литвиненко, это известна химка в фильме Иванова «За двума зайтямы». Тоже «Греть, чем и греть». Вот этим актерам в этом году выполняется 75 и 80 лет. Мы, конечно, поехали сделать программу об их семье. Она будет в эфире через неделю в это воскресенье. А в это воскресенье тоже совершенно необычный случай. Это редкость для нашей программы. Но так получилось. В день выборов, да, кстати, напоминаем? Да, просто совпало. Просто так совпало, и мы решили, что программу должно посмотреть как можно больше людей. Потому что совершенно грандиозная личность, вот личность такого масштаба, как Богдан Ступко, это польский, известный польский актер, теперь руководитель польского театра в Варшаве, который работал со Спилбергом в списке Шиндлера, который работал с Анджием Вайдой, с Питером Бруком, сначала во Франции, потом в Индии. Они сделали очень много интересных работ, который работал в комедии «Францесс» несколько лет, который преподавал во Французской академии искусств, который играл у Ежи Гоффмана в огнем и мечом, знаете, такого польского шляхтича украинского происхождения отца польского короля, Ерема Вишневецкого. Я уже должен угадать, но я не могу с этим рассказать. Это Анджей Северин. И вот грандиозный совершенно актер. И о нем будет программа. О нем будет программа. Нам удалось записать интервью. Он приехал в Украину налаживать здесь контакты с нашим украинским театром, хотя сказал, что у них в Польше тоже проблемы с финансированием театральной деятельности. Но вот он 20 лет прожил во Франции и приехал поднимать польский театр. И, в общем, очень интересный человек, уникальный совершенно. Это мы смотрим в воскресенье во сколько? В 17.25. В 17.20 первонациональный, все же государственный, а не общественный. Театральный сезон, да. Вот удивительный совершенно человек, который говорил много о политике, потому что он играл не только... Вот Еремя Вишневецкий, это же очень противоречивый образ, который считал, что он борется за Украину. Он же был правителем Лубнов, он в Лубнах сидел, так сказать. Он же боролся за Украину. Но по-своему. Но за свою Украину. Жестокий, необычайно жесточайший. Но он же и играл... Ты все помнишь о его полях. Я просто так хотела быстро сказать, что он играл одного из известных польских духовных деятелей, католиков. Кроме Папы Римского, Вайтыла ничего не было. Нет, 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 он играл... Кстати, есть же фильм пока что, вот о Папе Римском, который сняли тоже поляки, и как бы даже не Вайда снял же, да? Вот быстро я не могу вспомнить название фильма, господи. Я пришел из далекой северной страны. Но мы не то смотрим. Хотела сказать, Вишневецкий. Вышинский. Он играл Вышинского. Не того самого нашего. Он играл Польского. Католика, который был наместником при Краспапе Римском Иоанне Павле II, и который вел переговоры между солидарностью и государством, когда там были вот эти большие-большие политические революционные противостояния. Вот он был тем, кто находил общий язык и привел к тому, что Польша уже сейчас развивается удивительно быстро и красиво. Мы же помним, как мы ездили на рынки к Польше, как поляки переезжали, все рынки в Украине были забиты польскими товарами. Вот поэтому это все, политика, она вот с театром очень близко связана. Потому что через театральную сцену, вот, кстати, в Польше 600 театров. Больших 600 театров, а в Украине около 100. Это по всей Украине? Да. Ну, это имеется в виду и совсем маленьких. Чем-то миллионов, да. А в Польше, между прочим, меньше. Ну, а в Киеве театральная жизнь в столице, она вот как-то не задухает, все-таки есть, да? Кипит, кипит, кипит. И слава богу. А что бы вы порекомендовали, Светлана, вот нам все-таки, вот таким скромным любителям искусства? А вот интересно, кстати. Я совершенно недавно по рекомендации художественного руководителя театра «Франко», который принял эту сложную труппу и сложный театр после смерти Богдана Сильвестровича, Станислава Моисеева, я посмотрела спектакль театра «Франко» в постановке Андрея Приходько, тоже очень-очень хорошего, современного, нетрадиционного, такого вот очень мыслящего режиссера Андрея Приходько «Носороги». Вот. Это и она скажет, что ли? Да. То есть не один, а много носорогов. Там же вроде носорогов один. Да, носороги. А вот носороги, да. Это уже наш абсурд. Это как раз, это до некоторой степени театр абсурда, конечно, но это же пьеса, это же не новая пьеса, это пьеса старая. Это все то, что когда-то уже говорилось, и было, эта пьеса была написана, если я не ошибаюсь, после войны. Поэтому вот о том, как люди превращаются. Не будем рассказывать. Станислав, вот сейчас же у нас министр культуры, да, в общем-то, ну, человек, у которого есть актерское образование, и он даже актер, и, наверное, замечательный актер. Вот, как вы думаете, что-то изменится в культуре или уже меняется? Вот заметно тебе, что меняется вообще в культуре? Ну, сейчас такое время, что, как бы, заметить какие-то глобальные вещи, ну, не знаю. Но министерство культуры пока есть, да, вот его никто отменять не собирается, хотя разговоры какие-то странные ведутся, что может, там и не надо министерство культуры. Ну, вот по этому поводу я не, у меня нет какого-то такого уж точно своего мнения, что нужно или не нужно, понимаете? Потому что... Но с министром вообще это общалось? Ну, общалось, конечно, мы делали спектакль по Венграновскому, показывали, он там главную роль играет. Поэтому, что я могу сказать? То есть он играет спектакль главную роль, да, министр? Ну, да, да, продолжает работать в театре, театральной майстерни Сузирь. Я сейчас не знаю, сейчас не знаю, мы снимали этот спектакль год назад, когда еще, как бы, все было тихо, мирно и красиво, но Венграновский уже звал на баррикады. Не знаю, не могу тебе сказать ничего, чтобы сказать, что прям уж для того, чтобы что-то менялось, конечно, культура это та сфера деятельности человека, в которую нужно вкладывать деньги. Вот без этого, без какой-то общей культуры человека, да, и это не дается только воспитанием, только образованием, это дается воспитанием в семье, воспитанием в обществе, без общей культуры высокой мы ничего не построим, это моя твердая уверенность. Потому что маленький ребенок, который видит, как ведут себя все дяди и тети вокруг, он впитывает это, этот стереотип поведения, он вырастает сначала в непослушного мальчика, потом в еще кого-то, он слышит много всего, но вот это то, что заложено в детстве, оно остается. И когда вот, ну, знаешь, я вчера... О нашем министре культуры? Нет, 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 это я говорю об общей культуре, это я говорю о том, это о политике. Это, кстати, о политике, о том, как политики идут в политику, не понимая, что вот мы хотим построить европейское общество, да. Там, где только кто-то в средствах массовой информации заявил уже о сомнительных каких-то действиях и уже есть какие-то решения. Человек уходит в отставку для того, чтобы не компрометировать себя, семью, свою партию. Вот это ответственность. Какая ответственность может быть, если... У нас, наоборот, детей своих сразу в политику после того, чтобы... Сразу, понимаешь? ...наближение какого-то, семью, родных, близких. Так, а вот я твердо уверена, вот это тот отбор. Вот эти политики будущего должны родиться с тех детей, которые с детства должны понимать, что... Из детей политиков настоящего. Ну, я бы не хотела, я бы не хотела, чтобы... Старый анекдот о том, что папа, папа, я хочу быть генералом. Нет, деточка, у генералов есть свои. Да, и дети, и свои внуки. Поэтому вот, понимаешь, я не хочу этого. Я хочу, чтобы... Вот я говорю, вчера такая удивительная мысль по поводу политики и политиков, и вот общей шкалы ценностей нашего общества, вот у меня возникла простая вещь. Я выезжала из стоянки аэропорта Борисполь, платная стоянка. Значит, стоят люди все в очереди. Обязательно кто-то, а их было несколько, на очень круши, в очень больших машинах, он заезжает с другой стороны и пытается втиснуться в эту очередь. Вот все стоят в очереди, да, там, ну, 15 машин. Но это же в голове. Не пускают или пускают? Нет, ну, кто-то пускает, кто-то не пускает. Но смысл в том, что ты туда едешь, ты видишь, что очередь там. То есть у человека даже не возникает мысли. То есть это общество украинцев, да? Если ты не пробился первым, значит, ты лох. Понимаешь? Вот это. А общество, которое будет, ну, просто не принимать у себя человека, который, ну, просто сделал какой-то мерзкий поступок, да, какой-то нехороший, которым вот просто не приглашать в гости, не приглашать на приемы, вот когда общество дозреет до такого осуждения, вот отверганием, отрицанием вот этих нечестных, нерадивых, вот только тогда что-то может родиться и вырасти. Ах, Светлана, как это все-таки должно произойти? Ну, не знаю, естественно, отбор, отбор, Дарвин, Дарвин не может родиться из ничего что-то. Дарвин там, у него в животном там мире все по-другому. Все-таки люди, люди, конечно, я вот в завершение хочу еще буквально коротко напомнить о том, что кино же существует у нас, да? Еще книжки существуют, знаете, как интересно, которые книжки. Вот это очень, кстати, хороший тест по поводу того, какие книжки в детстве вы читали. Вот какие книжки в детстве вы читали, это очень хороший тест. Ну, мы читали советские книжки, то есть советскую детскую литературу. Какая разница? Это было интересно. От Носова, не знаю, как на Луне, до каких-нибудь. Советская литература, это, конечно, красиво звучит, но на самом деле это классика какая-то. Это Чехов, который ставится во всем мире, это Достоевский, который тоже во всем мире есть. То есть это Марк Твен, еще и как ставят, и до сих пор все актеры и режиссеры считают, что по Чехову, потому что это психология, это вечная психология в жизни. Поэтому по Чехову строится театр. Вот как ты ставишь. Если ты ставишь Чехова, и Чехов получается, и твой Чехов воспринимается, значит театр состоится. Как вы вспомните, уже даже не Михаила Чехова, а Антона Павловича, когда он говорил, что вот люди сидят, разговаривают, может быть, даже пьют чаек, а вот время где-то там рушатся судьбы мира. Ну, чтобы этого было меньше, конечно, разрушения. Светлана, спасибо большое. Я хотел узнать, все-таки, твои, может быть, предложения, связанные с кино. Где-то же ты время-времени снимаешься в кино. Ой, боже, как красиво ты говоришь. Время-времени. Один раз. Один раз, и всего одна маленькая роль. И тем более, что я играла сама себя журналистку, которая там пряталась. Под своим именем все. Да, да, все было четко. Светлана Леонтьевна, Светлана Леонтьевна. Ну, я тебе желаю тогда, если есть еще желание, других ролей побольше. Да. Ну, и, конечно, продолжать дело вот какого-то просвещения, Светлана, и какой-то нашей культуры. И, несмотря на все эти выборы, должно это оставаться вот вечная наша тема. Спасибо тебе, Света. Спасибо, что позвали. За наш разговор. Спасибо, что позвали. У нас в гостях на Угролайфе была Светлана Леонтьева. И до встречи в нашем интернет-эфире. Светлана Леонтьева